Добрый вечер всем, дорогие друзья! Сегодня Академия популярной музыки Игоря Крытова совместно с телеканалом Russian Music Box представляет самое ожидаемое событие этой весны – Дивишник Тинц Awards 2017. Сегодня будет необычный репортаж. Мы можем пообщаться с номинантками этого шоу. Ежегодно в ней 12 номинаций. Самая яркая, самая интересная и самая привлекательная девочка будет выбрана на премии в номинациях «Инстаграм года», «Стеняжка года», «Блогер года», «Прорыв года», «Песня года», «Певица года», «Телеведущая года» и другие. В какой ты номинации? Я представлена в номинации «Телеведущая года» и «Стельняшка года». Какие у тебя были эмоции, когда ты узнала, что ты попала в две номинации? Я была очень рада, для меня это было неожиданно. Конечно же, радость. Я была действительно очень рада, что меня номинировали в номинацию «Песня года». «Можешь спеть какой-нибудь маленький куплет?» «Свои песни?» «Да, конечно». «Открой свое сердце, никуда не теться, нам планету эту надо кружить, надо кружить, идти навстречу солнцу, ничего, не бойся, это просто, просто надо любить, надо любить жить». «Меня поддерживает моя мама, вся моя семья и мой любимый город, в котором я живу, Казань». «На самом деле, я думала, что я вообще ни в какую не попаду, поэтому я была безумно рада, и я прям вообще была реально очень рада, и особенно для меня важно, что это телерадиоведущая, потому что так как ведущая, это для меня правда очень круто, а «Стельняшка» вроде бы, это тоже классно». «А какая твоя любимая одежда?» «Я люблю одежду, спорт, и люблю такой вот романтик. Ну, на самом деле, меня поддерживает довольно-таки много людей, мне очень много писали в директ, в инстаграме, что то, мы за тебя голосуем, я, конечно же, очень рада, и говорю спасибо каждому, кто за меня проголосовал, потому что мне это правда очень ценно». «Со скольки лет ты начала вести инстаграм?» «Мне было 9 лет». «Что ты в инстаграме делаешь такого, что у тебя столько подписчиков появляется?» «Думаю, что из-за того, что я пою, так как я финалистка проекта «Голос дети», и я публикую туда онлайн-фото разных вечеринок, концертов, съемок и так далее». «Меня сегодня поддерживают мои друзья, и мы все вместе поддерживаем друг друга, так как у всех номинаций, и очень круто, что у нас такая большая команда». «Кого ты пришел поддержать?» «Я пришел не поддержать, я пришел выступать, вот, то есть я буду выступать, и, скажем так, для наших дам потрясающих, вот». «А как ты думаешь, зачем нужны детские премии?» «Ну, я считаю, это очень круто, что сейчас у нас все тут как у настоящих взрослых, но они нужны для того, чтобы выявить лучшего в каких-то номинациях, это очень интересное занятие». «В каких вы номинациях?» «Я в номинации «Стиль года», а я в номинации «Модель года». «А какие у вас были ощущения, когда вы узнали, что вы попали в номинацию?» «Лично я была очень рада, и, в частности, я была рада, первое, то, что меня взяли в эту номинацию, а второе, то, что я попаду на такой чудесный праздник». «Я была очень рада, то, что меня сюда выбрали, и эмоции переполняли меня, когда я узнала, то, что будет такой вот огромный девичник». «А как это быть моделью?» «Быть моделью – это не только быть красивой, но и быть дисциплинированной, и уметь сдерживать свои эмоции, когда надо». «Кого ты пришел всегда поддерживать?» «Я сегодня пришел поддержать, ну, как поддержать, поздравить всех девочек с 8 марта, это такой очень классный праздник, и тебя, кстати, тоже поздравляю с ним, обязательно». «В общем, я пришел поздравить всех девушек, всех девочек, тетенек, бабушек с 8 марта». «А как ты думаешь, зачем нужны детские премии?» «Зачем нужны детские премии? Ну, дети, они же тоже, они же, они же тоже люди, они же тоже профессионалы, вот так». «Как вы думаете, зачем нужны детские премии?» «Наверное, для того, чтобы маленькое чудо почувствовало себя большим чудом, потому что, когда она получает премию, то она вырастает в глазах, в свои глаза, в глазах своих сверстников и в глазах своих родителей. Я думаю, это нужно, чтобы идти вперед и расти, расти в своих талантах, быть уверенным, что ты на правильном пути». «Что вы можете пожелать девочкам, которые хотят стать известными?» «Я хочу им пожелать не хотеть быть известными, а хотеть раскрывать свой талант по полной. Хочу им пожелать, чтобы они шли к своей мечте и становились счастливыми, и обретали любовь и счастье. А известность – это неважно. Иногда ты получаешь известность, но счастья не получаешь». «Вы пришли сюда кого-то поддержать?» «Ну, наверное, я поддерживаю всех детей, потому что я обожаю детей. Просто пока вы еще в маленьком возрасте, вы остаетесь настоящими, и в детях есть то, что мы уже взрослые теряем. Ну и еще я вручаю замечательную премию, называется «Актриса года». Поэтому я думаю, это будет такая очень заслуженная награда». «Я пришел поддержать вас всех, потому что я сегодня буду выступать, сегодня буду петь, и вы будете танцевать, я надеюсь». «Как вы думаете, зачем нужны детские премии?» «Чтобы был стимул у маленьких развиваться, идти вперед, заниматься музыкой. Ну, в общем, чтобы был стимул». «Какие у вас планы на 8 марта?» «На 8 марта я хочу улететь в компанию моего друга в Лос-Анджелес и попробоваться в роли актрисы. Это будет мой дебют». «А как вы думаете, зачем нужна детская премия?» «Детская премия, зачем нужна? Ну, мы же все талантливые, большие и маленькие. Маленьким тоже нужно уделить внимание, подбодрить как-то их, смотивировать. Верно?» «А кого вы пришли поддерживать? Или, может быть, для других целей?» «Еще раз». «Кого вы пришли поддерживать?» «Кого я пришла поддерживать? Я испытываю глубокую эмпатию ко всем участникам, желаю всем удачи и абсолютно беспристрастно, пусть победит сильнейший». «Я тоже номинантка». «Ты тоже номинантка? Ну все, тогда мой голос твой. Я тебе вот прям зуб даю. Мой голос твой». «Спасибо большое. Вы пришли сюда кого-то поддерживать?» «Конечно. Я всегда поддерживаю творческих, талантливых детей. И особенно, когда это уже стало доброй, хорошей традицией, девичник Тинц. Пришла весна, это значит, что все мы собираемся здесь вот таким большим составом. Любимые артисты и любимые талантливые дети». «Как вам сегодняшнее мероприятие?» «Хорошо. Я на коленях перед тобой. Мне очень понравилось и была бешеная энергетика. Я вообще люблю очень. Когда я выступаю перед детьми, потому что они дают чистый кайф. Вот все настроение, что в них есть». «А как вы думаете, зачем нужны детские премии?» «Детские премии? Чтобы четко определить и четко вдохновлять каждого ребенка, кто идет к своей цели. И чтобы к будущему он понял, что любая премия достается большим трудом и хорошим талантом. Поэтому каждого ребенка нужно просто отдаривать и вдохновлять». «Мне очень нравятся. Все такие нарядные, красивые. Атмосфера какая-то царит очень позитивная и творческая, что самое главное». «Как вы думаете, зачем нужны детские премии?» «Ну, во-первых, чтобы все могли красиво одеться и выглядеть свои новые платья и костюмы. Во-вторых, чтобы все было честно. У взрослых есть свои премии, соответственно, должны быть и детские премии». «Мне очень нравятся сегодняшние мероприятия. Мне нравятся артисты, мне нравится формат. Детишек обожаю. Вообще, это классный праздник, я считаю». «Ну, а что дети не люди, что ли? Мне кажется, что достижения в музыке среди детей также важно отмечать, важно награждать лучших, чтобы мотивировать расти каждый день, становиться чуточку лучше». «Мы ведущие. Мы сегодня ведем это прекрасное мероприятие. Будем смотреть из зала и смотреть». «А как вы думаете, зачем нужны детские премии?» «Детские премии, они нужны по-любому, потому что без детских премий скучно жить. Взрослые премии, они просто всех у нас заколебали. Дайте детям свободу». «Действительно, почему только для взрослых все. Детям тоже хотят немного пафоса, и мы сделали организаторы этой премии действительно по-взрослому и очень пафосно. Очень круто». «Тало tenerилась моя жизнь, я люблю побеждать. Мне очень нравится быть с тобою, но мне нравится только ждать». Просто ты другая, не такая для всех Просто ты другая, не такая для всех Лучшие инстаграмы представлены Арина Танилова Ихина Танцис И самая квартира И Ясина Тихтерева Добрый вечер! Привет! Я очень рада сегодня быть на этой прекрасной премии Видеть этих красивых людей, как это для вас И безумно счастлива награждать победителя в номинации Всем пока готовы, друзья? Кто же стал победителем? Аплодисменты, девчонки! Победителем в номинации в инстаграм году становится Арина Танилова Арина Танилова, талантливая и одаренная, юная превица Участница юго-канельского проекта «Голос денег» Участница в проектах «Два волоса» Ну и, конечно же, у нее более 250 тысяч подписчиков в инстаграме Сложно ли быть блогером? Блогером быть не сложно, сложнее быть музыкантом И, собственно, это и является моей основной профессией А блогером нет Берешь камеру, говоришь, что думаешь, чтобы быть здоровым И, в общем-то, нет никаких сложностей А как вы думаете, зачем нужны детские премии? Детские премии нужны, конечно, чтобы раскрыть детские таланты Потому что как-никак именно... Будь здорово! Как-никак именно в детстве закладывается все самое важное для любого человека И у нас столько талантливых детей в стране И я очень рада, что есть такие премии, на которых эти дети могут о себе заявить И сделать какие-то первые шаги в своей карьере Можете спеть какой-нибудь отрывок из вашей песни? Хорошо, давай, я спою песню «Май весеннюю» Ты будешь мне подпевать Но я ее не знаю Поется легко, смотри Я устала Я устала Готово? Прям на камеру споем Давай, держи микрофон И поем прямо туда Готово? Я устала И, в общем-то, вот и все Что вы можете пожелать и себе, и девушкам на 8 марта? На 8 марта? Я хочу, чтобы все девушки делали то, что им нравится Чтобы они находили время для отдыха И самое главное, чтобы они были настоящими, искренними по отношению к себе Всем привет, девчонки! С 8 марта вас! Мы вас очень сильно любим Вы все очень красивые Нам приятно видеть вас сегодня И давайте вместе сфотографируемся Тимур, уже сфотографировался Давай, да Самое время сейчас Поздравляю! Беличник, дайте шуму! Ну что, узнаем, кто стал победителем Влад, открывай Раз Ребят, ну что там? Витамин Итак, победитель В номинации Блогер года Вместе Кто? Катя Анушкина! Катя Анушкина Катя Анушкина Дорогие власть на Ютуб в 2013 году И сразу предприняла к себе внимание Благодаря супер позитивным видео Главное видео Кати Море позитива Солнце Катя Анашкин Ее-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Более великол не увидит, да не попросили Ай-яй-яй! Это парадокс, параллельные реалии Ай-яй-яй! Что бы я не нес, а приходит алёвантрия Ай-яй-яй! Я бы не хотел, только ты неприкасаема Ай-яй-яй! Разум улетел, да не ведом, а не знаема Ай-яй-яй! Ты самый красивый, но настолько красивый, сколько Ай-яй-яй-яй! Словно эти цветы И не хочу повезти виноват, бей! В номинации «Стильняшка года» представлены Тоня Володина, Катя Манешина, Каролина Фласова, Элина Ли, Кира Весенёва В номинации «Стильняшка года» побеждает Кто? Кто? Катя Манешина! Катя Манешина, юная певица, телеведущая студентка академии и перекрутологи Просто девочка с солнечной улыбкой и безукречным чувством стиля Посмотрите, какая красивая! Какая красоточка, маленькая Продолжие к праздничной улыбкой Академии Какая красота Академии Субтитры создавал DimaTorzok 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 Небо зажгло всё огнём Записала дуэт с Хью Макелланом «Песня звезда» И исполнили её в телевизионном новогоднем шоу на канале «Россия-1» Спасибо большое за замечательным праздником, за замечательной премией Давайте пошумим руки выше и вручей! Ручки плащей! Ручки плащей! Кого вы пришли поддержать? Мы всех девушек, всех дам, женщин поддержать и поздравить в том числе с праздником весны 8 марта Да, лично я, помимо того, что сказал Илья, пришёл поддержать Илью, потому что он на сцене всегда нервничает И я его поддерживаю, находясь с ним параллельно на сцене Но речь, видимо, идёт о номинантах сегодняшней премии Я понимаю, конечно, конечно Вы знаете, на самом деле мы уже прошли не одну, так сказать, премию И мы прекрасно понимаем то, что нужно поддерживать абсолютно всех артистов Мы все коллеги и не только артисты, все, кто номинирован, мы поддерживаем всех Желаем всем удачи, явных фаворитов в этой гонке у меня нету Пусть победит сильнейший, вот так А как вы думаете, зачем нужны детские премии? Детские премии? Для чего нужны детские премии? Детские премии, ты детей не понимаешь совершенно Я видишь, как говорю Они нужны для того же, для чего взрослые Чтобы выявить лучшего в своём каком-то начинании, в своей какой-то сфере Ну, такое время пришло, что дети занимаются уже всем, как взрослые, вот как ты, например Ты уже репортер, правильно? Наверное, ты ещё и блогер, нет? Ну, в перспективе Ещё не вечер Да, скоро и это будет Самое главное, как уверенно держать микрофон, посмотри Да, да, да Поэтому и детей, как и взрослых, нужно поощрять за их работу, за их рвение Вот такими премиями, чтобы они понимали, что они реально чего-то добились И поддержать их на новые свершения Что вы можете пожелать девушкам на 8 марта? Всем девушкам, женщинам, бабушкам, мамам, девочкам мы желаем счастья, добра, позитива Цветите очень ярко, как самые лучшие красивые цветы на этой земле круглый год Не только 8 марта Пусть мужчины ваши, близкие и вообще все мужчины вокруг делают каждый ваш день таким же классным, как 8 марта Да, я желаю тем, кто не нашёл свою вторую половинку, найти её этой весной самое время Праздник любви в том числе, 8 марта А тем, кто уже нашёл, просто чтобы в семье и в отношениях было всё хорошо Любите друг друга и всё будет замечательно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Лилия Вердиян, Гет Ванги, Юлия Асессорова, Я не боюсь, Маша Мирова, Бады и взлетаем, Велена Хикматулина, Надо кружить. Хочу сказать, что очень рада присутствовать на этой замечательной премии, где собрались все творческие люди, которые работают в разных направлениях, совершенно в разных сферах. И мне не терпится узнать, кто победил в номинации «Песня года». Сейчас мы это узнаем. Сейчас мы это узнаем. Коробка просто трудно открывается. Давай. Итак, победителем в номинации «Песня года» становится... Маша Мирова! Арблодируем! Аня и Маша Заложные Нонна Яганян Лиза Анохина Ой-ой-ой! Аня и Маша Заложные! Аня и Маша Заложные Сестры начали пробовать себя в качестве Время души И буквально сразу получили фантастический шанс Ставьте ведущими программами Горячая Десяточка канала друзей Смотрите какие красивые девочки Я вам руку продаю Ой, долго! Браво! В номинации Актриса Года Представлены Александра Городецкая Вероника Устимова Луиза Габриэлла Бровина Соня Лапшакова Валентина Лякина Итак, победитель в номинации Актриса Года Луиза Габриэлла Бровина Браво! Актриса Луиза Габриэлла Бровина Четыре десятка лет Молодая звезда Отечественного кинематографа Уверенно поднимается по карьерной лестнице Оставляя позади многих коллегских Кого вы пришли сегодня поздравлять? Всех! Всех девочек! Абсолютно Потому что все они красивые Все они очень хорошие И мы всех очень сильные Да, они лучшие Я не знаю, но Стимулировать дальше развиваться Да, наверное, какую-то определенную девочку Люди могут посчитать лучше И они голосуют Логично! Нет, ну, по-моему, приз какой-то подарить Ведь за трудом Я не знаю, выделить какую-то девочку люди хотят Надо почувствовать себя взрослыми Я считаю, что все девушки красивые Да, абсолютно По-своему По-своему За труды нужно, конечно, награждать И это достойно того Что вы можете пожелать девушкам на 8 марта? На 8 марта оставаться такими же красивыми Лучшими, добрыми И то же самое мы пожелаем мамам Чтобы они оставались такими же заботливыми Мы их любили Они нас любили, да? Вот, чтобы мы никогда не ссорились, не ругались, да? И чтобы они всегда оставались добрыми и лучшими Чтобы в этот день исполняли все-все мечты И я тебя поздравляю с наступающим праздником Чтобы тебе подарили то, что ты хочешь Чтобы этот день провела на 100% И также хочу всем-всем женщинам страны и всего мира Пожелать провести этот день И вообще всю жизнь, конечно же Просто на от 5 с плюсом Чтобы все... что? На высоте Да, на высоте Чтобы все всегда получалось И вы достигали все новых новых высот И были любимыми мужчинами Узнали песню? Поднимаем! Субтитры был В номинации телерадио ведущая представлены Тоня Володина, Даша Кулик, Аня и Маша Заложные, Катя Манешина, Каролина Власова. Всем вам желаю терпения, усердия, удачи и, конечно же, больших побед. Всех с праздником, ну, а у меня в руках. Дорогие дамы, с праздником всех. Ну, кто же, кто же, кто же там? Победитель в номинации телерадио ведущая года Тоня Володина. Тоня! Тоня Володина, студентка, гадемия Игоря Крудова, в участнице группы «Четыре камера», ведущая проекта «Детская новая луна», проекта «Рождественская песня года», фестиваль «Ацветла», ведущий канала «Карусель», программа «Детская утренняя почта». Мои прекрасные, мои хорошие, с восьмым вартом вас улыбайтесь, будьте счастливыми, специально для вас битбокс. Поехали! С восьмым вартом! Куа!